Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова и это второе видео из серии уроки канзаши для начинающих под названием инструмент. В этом видео я расскажу о тех инструментах, которые использую я при создании цветов канзаши. Первыми инструментами, которые мы рассмотрим, будут пинцеты. Пинцет с закрепленными краями мой незаменимый помощник. С его помощью я складываю лепестки. Особенно удобен в создании лепестков маленького размера, из ленты 2,5 см. Также удобно обрезать и обжигать края лепестков. Однажды я увидела в магазине набор пинцетов, и он меня покорил своей ценой. Стоил этот набор 10 гривен. Качество металла хуже, чем у пинцета, которого я показала первым. Но работать и не можно. Я бы посоветовала новичку приобрести такой наборчик. Первый пинцет с закругленными краями, второй ровный. Он подойдет для создания листиков. Следующие два пинцета из набора я использую для того, чтобы брать и приклеивать мелкие детали к цветам. Постепенно мы подошли ко второму инструменту, без которого трудно сделать красивый лепесток. Это свеча. Некоторые мастера используют зажигалку, но мне удобнее работать со свечой. С помощью горячего пламени свечи атласная и другая вента плавятся. И если сложить два края лепестка и провести около пламени свечи, они склеятся, и лепесток примет нужную форму. Третий инструмент – это ножницы. Они должны быть острыми, так как иногда приходится обрезать края многослойного лепестка. И если ножницы недостаточно наточены, это может испортить даже самый идеально сложенный лепесток. Далее в моем списке инструментов идет клеевой пистолет. Вот такие силиконовые палочки вставляются в отверстие пистолета. Они плавятся и вытекает горячий клей. Так как в этом пистолете нет клапана, клей вытекает постоянно. Поэтому я использую вот такой поднос. Чтобы не испортить стоп, для того, чтобы клей вытекал медленнее, я не ставлю его на ножки, а ложу на подставку. Но этот клей ненадежно приклеивает металлические и пластиковые детали, которые используются в украшениях серединки цветов канзаши. Для этих целей лучше всего подходит полимерный универсальный клей. Он прозрачный и остается таким после высыхания. И клеит детали, как говорят, намерзло. Используя этот клей, вы можете не переживать за целостность вашего изделия. Также полезными инструментами являются линейка и циркуль. С помощью обычной линейки я отмеряю ровные квадраты на ленте. Линейку с кругами и циркуль я использую для того, чтобы вырезать круг нужного диаметра для основы цветов. Далее в моем списке идет ряд инструментов. Это железный поднос, дно которого должно быть ровным, железная линейка. И паяльник. Паяльник режет и склеивает ленту. Эти инструменты понадобятся нам для создания листиков канзаши, а также создания двухцветных квадратов ленты. Вот такой листик получился. Это все инструменты, которыми я пользуюсь для создания цветов канзаши. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео уроки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok